Продолжение... А, понятно. Да ради богу, конечно. Они спели вдвоем, и Фёдор собирался читать свои стихи. Я так понимаю, что они решили начать с того, что будет делать Саша. Тут один момент, который меня самого всегда восторгает. Фёдор, учитель литературы в школе, пишет музыку на стихи русских поэтов. Александр Барченков, математик в школе, поёт песни, которые написаны литератором на стихи русских поэтов. Замечательно, разделите. Ну, значит, я могу сказать, что музыка – это Фёдор Романов, а стихотворение первого Николая Рубцова – «Фиалки». Я в фуфанечке грязной шёл по насыпи моло. Вдруг тоскливо и странно стало звать Родионо. Купите фиалки, вот фиалки лесные, Купите фиалки, они словно живые. Как я рвался на море, Просил дом безрассудно, И в морянской конаторе Всё просилился на судно, Уволял, караулил. Но нетрезвые скрена цен Моряки хохотнули Не назвали младенцем. Так зачем мою душу Так волна волновала, Посылая на сушу Бредки пенна ошклала Кроме неба и света, Кроме мокрого мола Надо хлебом не хлеба, Замолчи, Родионо. Купите фиалки, вот фиалки лесные, Купите фиалки, они словно живые. Сел я в новый автобус, Тёмный, белый, хороший, Там вернулась, как глобус, Голова контролёрши Назвала хулиганом, Назвала меня фруктом, Как же всё это странно. Эх, кондуктор, кондуктор, Ты не требуй билета, Ты не требуй билета, Увези на толпучку, Я, как в маме, за это Поцелую вам ручку, Вот хожу там, где ругают, Где торгуют по кругу, Где торгают друг к другу, Где торгают друг к другу, Пырвут за каждую гайку Русский немец и студент, Эх, купите фуфайку, Я отдам за телонез. Купите фиалки, Вот фиалки лесные, Купите фиалки, Они словно живые, Купите фиалки, Вот фиалки лесные, Купите фиалки, Они словно живые. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова